здравствуйте на канале этом тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты павел маргулян здравствуйте и лазарь данович здравствуйте как принято говорить по сведениям анонимных источников стало известно что в будущем году что называется к праздникам в данном случае к песоху юридический советник правительства примет решение по поводу там по поводу уголовных дел расследование которых завершено в полиции славу этим делам в кавычках естественно славу придало то что их фигурантом является глава правительства бенеминны ты ньягу и так полиция завершила расследование и по тем сведениям которые перешли в прессу стали известны полиция склоняется к тому что собрана убедительная доказательная база в пользу того что главе правительства должно быть предъявлено обвинение но это стало практически новостью номер один правда эта новость сразу говорим просуществовала номером один просуществовала всего пару дней и и вытеснила операция северный щит против туннелей которая прокопала хизбалла на севере израиля но мы все-таки вернемся к уголовным делам вопрос которым задаются практически все израильтяне если будет ли на ваш взгляд предъявлена все-таки обвинительное заключение главе правительства если она будет предъявлена как это отразится на политической да не только на политической жизни страны ваша точка зрения павел но о том что когда будет решение юридического советника правительства по мне знает никто разные анонимные источники в течение уже долгого времени говорят что вот еще месяца три-четыре это длится минимум год на мой взгляд это раз во вторых была еще информация что якобы юридический советник хочет объединить три делок действующих против натаньягу по одному полиция уже вынесла свое решение по двум напомню она когда-то выносила решение по делу тысячи две тысячи и их прислали на доследование сейчас была информация с недели тому назад что юридический советник правительства создал дополнительную прокурорскую группу для изучения дел натаньягу и все это может затянуться неизвестно сколько времени то есть любая дата которую вы мне назовете я поставлю под сомнение это раз во вторых весь вопрос том что сможет ли работать натаньягу сейчас будет политические споры об этом если юридический советник да скажет что он готов согласиться с выдвижением закон позволяет ему закон позволяет ну будут ли давить на это и что закон позволяет и поэтому он может работать в этом будет спор в политическом контексте этого всего вопроса но я хочу напомнить что в любом случае даже если юридический советник правительства скажет что он готов согласиться с полицией в том что есть доказательная база для выдвижения обвинительного заключения процесс который дальше будет происходить будет очень долгим то есть следующая ступень после этого будет так называемое шимо слушание с адвокатами натаньягу адвокат натаньягу чтобы прийти на это слушание с юрсоветником должны изучить дело им должны передать все документы по этим делам или те документы которые имеет право им передать они его будут изучать потом они со своими доводами придут к юридическому советнику и он опять будет думать после бесед с адвокатами что делать даже если он подтвердит что он настаивает после слушания адвокатов он настаивает на выдвижении этого дела значит до суда будет еще какое-то время все это может при желании натаньягу продлиться если натаньягу решил твердо делать выборы через год в ноябре девятнадцатого года до этих выборов запросто все это может продлиться я так считаю лазарь как будут развиваться события события будут развиваться наверное таким образом я не хочу быть никаким пророком и мало чем понимаю в этих делах я имею ввиду в юридических я думаю что начались игры на испуг перед выборами у нас всегда подобного рода дела вспыхивают ярко ввиду предвыборной кампании думаю сейчас они тоже и я думаю что эти дела они связаны не только с как бы неприязнью или желанием плохого не таньягу извне они может быть связаны из желаниями изнутри партии никуда тоже мне кажется там возникла и крепнет некая оппозиция назовем ее так некая группа замены которая очень хотела бы чтобы эти дела завершились но не посадкой допустим а отстранением от участия в активной борьбе за первое место а в партии б в правительстве так было с ольбертом премьер-министром да вы сняли это у меня с языка именно это мне кажется во многом подталкивает вот эту кампанию но мы знаем что бениамин бенционович не таньягу он гениальный политик имеется ввиду он гениальный человек с точки зрения разруливания многих ситуаций в том числе и таких тоже я думаю что вся эта кампания закончится ничем в итоге или закончится просто осадком каким-то вот ложечками которые вроде как пропали но непонятно кто их все-таки положил в карман и он с большим процентом успеха победит в этих выборах и своих не даже не доброжелателей как извне так и внутри подчинит определенным своим намерением такой вопрос в тот же день практически если я промыли на следующий день после того что стали известны река выводы полиции по этим трем уголовным делам глава правительства выступил на собрании ликуда где в частности часть своего выступления посвятил и этому событию и по сути дела я естественно сейчас его не цитирую но по сути дела он обвинил полицию в заговоре против него не мне не такими словами но по сути дела он это сказал связи с этим возникает вопрос если глава правительства это не рядовой гражданин как бы который это вот полиция против меня там копает обвинять полицию в заговоре при этом не называя имен фамилий не подавая жалобу юридическому советнику правительства или в прокуратуру то он по сути дела дает выдает как бы новую подрывает доверие праве поле к полиции всех израильтян во первых это так он подрывает доверие к полиции и утверждает что именно вот в отношении него полиция устраивала заговор напомню что когда такая ситуация была с ольмер там он не говорил о заговоре он говорил что премьер-министр не может работать когда у него над головой висит угроза объединительного заключения он должен заниматься своей защитой и руководить страной он не может поэтому я в этом я согласен с вами и натаньягу давно уже готовил общество к тому что рекомендации полиции ничего не означает напомню он говорил фразу что большинство или большой процент рекомендации полиции оканчивается ничем в этом он говорил не правду рекомендации полиции в отношении топовых фигур израильского общества на 90 процентов заканчивались какими-то судами есть я помню одно исключение это либерман все остальное ольмер хирш зоны и другие депутаты кнессета и в конце концов ария дэри тот же самый в конце концов оказывались в тюрьме когда полиция выходила с заявлением что у них есть доказательная база для обвинительного заключения но натаньягу и который все почвы для того чтобы продержаться как можно дольше там будет политическая борьба потому что если он будет работать после того как юрсоветник скажет что он готов выдвинуть обвинительное заключение а натаньягу продолжат работать будут иски в богат будут ждать решение богатцы запретить ли богатство натаньягу работать или нет но я согласен с тем что в этот момент сейчас наверное уже есть в ликуде есть какая-то оппозиция бенеми натаньягу которая ждет того момента когда он споткнется в уголовном плане потому что ни в каких других областях натаньягу вряд ли можно споткнуться по части оборонной я например считаю что ведет он себя он очень правильно по части политической он гений и готов так сказать завалить любого своего конкурента у него был пока на мой взгляд один до недавнего времени один конкурент израиль кац который вел себя так как премьер-министр все пресс-релизы канцелярии каца говорили что он премьер-министр израил он говорил на бог глобальные темы на отношения с америка и с ирана и так далее но сейчас я вижу по сравнению что он решил занять такую позицию он ждет когда натаньягу упадет сам почему я это определяю потому что две два события были когда кац первым выступал со словами поддержки натаньягу это события с тоннелями и после заявления поддел полиции по делу 4000 кац первым выступил что он поддерживает натаньягу и так далее поэтому угроза натаньягу внутри ликуды есть только в одной фамилии это гидон царь лазер вопрос я просто хочу процитировать жванецкого кац всегда предлагал сдаться да вопрос к тебе допустим сложится ситуация при которой да действительно обвинительное заключение выдвигается и глава правительства скорее всего и на законном основании насколько известно не уходит своего поста продолжает работать ну я не говорю о комичности комичности ситуации при которой глава правительства утром в новостях допустим идет на допрос куда-нибудь там в прокуратуру а вечером новостях проводят совещание по поводу ситуации на севере речь о другом не может ли сложиться ситуация при которой любое решение главы правительства правильное или неправильно не имея значения будет истолковываться обществом не с позиции того насколько она правильно или неправильно заинтересовала насколько она выгодна ему в этой жуткой ситуации ну во первых надо пропить осану нашей демократии наше демократическое общество уже вельможным сидельцам не напугаешь у нас уже сидели все от президента до министров каких угодно направлений поэтому сказать на улице сказать боже мой что происходит господа давайте конечно скорее скорее спрячемся потому что у нас ужасная ситуация у нас сидят министры премьер-министры и президенты никого этим уже не удивишь биби мэдох израэль то есть биби король израиля царь израиля это звучит намного громче чем иные другие лозунги которые сейчас озвучивать не буду то что машем израхи великий полицейский деятель десять лет ломал зубы и сломал в конце концов всю челюсть отдела либермана говорит а во многом говорит об уровне вот этого ведомства и его компетентности то что машетчика эдри позавчера или вчера до вчера 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 отказался вообще участвовать в некой ваханалии которые происходило вокруг назначения его генеральным комиссаром полиции тоже говорит о чем-то во многом говорит об уровне а следственной работой б руководство этой работы и вообще о деполитизированности полиции она все-таки политизирована у нас тяжело потели политизирована и это очень часто слуга той или того или иного направления сказать что дам весь народ пойдет за биби и скажет оставьте нашего биби в покое может быть и нет может быть и нет но поверить до конца поверить до конца всем этим расследованием сможет только сумасшедший потому что слишком много плохого слабого и тенденциозного за эти последние 20 лет натворила полиция израиля по последний короткий вопрос так что вы согласны с лазарем что если действительно обвинения будут предъявлены то это никак не отразится на политическом рейтинге ликуда и самого натаньягу смотрите как до сих пор вот ядро в 30 мандатов антаньягу будет всегда вот на протяжении как она есть слухов полного по поводу обвинений пресса у нас печатает разговоры с аловичем подробности дела 4000 и так далее а 30 мандатов они как были так не жили поэтому натаньягу есть еще одна угроза кроме угрозы внутри ликуда есть угроза внутри коалиции значит в коалиции у нее есть несколько коалиционных партнеров первое и аду то то ра партия будет молчать и ничего не говорить по этому поводу вторая партия шасса риадири будет кричать что человеку над которым есть обвинительное заключение может продолжать работать потому что он сам таком же положении вы и поэтому остается два партнера нафтали беннет партия еврейский дом и моша кахлон партия кулян у нафтали беннета с натаньягу очень сложные отношения сейчас они опять осложились у них опять кризис там после вчерашних до скандалов все отдельные нафтали беннета моша кахлон тоже значит будут давить на них чтобы они сделали то что сделал барак в случае ульмерта я напомню что ульмерт подал отставку после того как барак выдвинул ему ультиматум или вы господин премьер-министр уходите в отставку или мы выходим из правительства и разваливаем его так что вполне ожидаемо что натаньягу получит удар отсюда и правительство развалится это правительство развалится но это никак не говорит о том что на следующий выбор натаньягу проиграет он их может выиграть запросто потому что все опросы показывают что он их до побеждает на сегодняшний день да ну в любом случае будет интересно спасибо за это обсуждение напомню что со мной в студии были мои коллеги журналисты павел маргулян и лазарь данович всего доброго и Продолжение следует...